МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не пользовались всемирной сетью совсем. Таковы данные в целом. Здравствуйте! Это КФУ. Итоги недели. О том, как относится к социальным сетям создатель таких сообществ, мы поговорим позже. Сегодня также расскажем. Мы, можно сказать, вот эти химические руки, собираемся оснастить химическим мозгом. Наука молодым. Какие лаборатории в КФУ создаются под руководством перспективных ученых? Наши студенты должны быть на острие и в тренде тех научных разработок, которые касаются не только нейрокогнитивных исследований, но и нейромаркетинговых исследований. Исследования природы манипуляции. Чем займутся сотрудники нейролаба? С 50-го года. Я от снега до снега почти каждую неделю бывал в рыбе. Природа. Дом родной. В чем находит профессиональное вдохновение один из старейших и известных ученых Татарстана. Горяченькая пошла. Когда ждать горячей воды жителям Студгородка? Новые молодежные лаборатории открываются в Казанском федеральном университете. Они организованы на базе научно-образовательных центров мирового уровня. А возглавят их молодые перспективные исследователи. Как отмечал ректор КФУ Ильшат Гафоров, развитие СУНЦ – одно из приоритетных направлений работы университета. Кстати, мы рассказывали о них. Я отмечу, что это ученые, чьи имена связаны не только с российскими разработками. Направления лабораторий не просто актуальны, а с прицелом на будущее. Одна из них, например, связана с химическим программированием. Цель ребят – создание химического робота. Вторые – в поисках новых и эффективных способов утилизации, хранения и транспортировки газа. Общий объем финансирования обеих лабораторий на предстоящие годы составит 108 миллионов рублей. Финансирование поступит в рамках национального проекта «Наука и университеты». Гузель Ханипова встретилась с молодыми исследователями. Здесь мы моделируем процесс гидротообразования в статических условиях. Вот здесь автоклав высокого давления. Здесь уже мы моделируем процесс гидротообразования при перемешивании, то есть при динамических условиях. Молодые ученые уже начали работать над новыми проектами. Матвей Семенов со своими коллегами начал сборку автоклавы высокого давления для моделирования гидратообразования метана и углекислого газа. По его словам, гидраты обычно образуются там, где имеются для них благоприятные условия. Это наличие газа и воды, низкие температуры и высокие давления. В нефтяной отрасли гидратные отложения могут привести к росту себестоимости сырья, поскольку при их транспортировке и переработке образование твердых газов требует больших затрат по их удалению. И проводимые в лаборатории эксперименты как раз для того, чтобы это можно было избежать. По исследованию гидратов в Казанском университете уже есть большой достаточно задел. Мы исследовали процессы образования газовых гидратов для месторождений на шельфе и в Арктике, где эти гидраты являются осложнением, то есть проблемой. И мы как раз сделали специальные технологии, которые позволяют от них избавляться. А в данном проекте, наоборот, мы хотим эти гидраты искусственно получать в тех местах, где у нас есть большие объемы углекислого газа, углеводородного газа, для того, чтобы как раз вот эти проблемы, связанные с экологией, климатом, решать на месте. И как раз в лаборатории мы планируем сделать фундаментальную основу для новых технологий утилизации парниковых газов. В первую очередь это углекислый газ и углеводородные газы, которые очень существенно влияют на климат, обладают сильным парниковым эффектом. Не менее важным направлением исследований лаборатории будет являться применение гидратных технологий для утилизации углекислого газа, что может стать одним из путей к переходу к экологически чистой энергетике за счет снижения углеродного следа. Кроме того, гидраты углеводородных газов можно рассматривать в качестве источника и способы хранения энергии для удаленных и малонаселенных территорий. Одним из важных условий создания такой лаборатории, чтобы в составе группы было не менее 30% студентов. Также участниками должны быть аспиранты и молодые ученые. Финансируется проект из федерального бюджета. Финансирование в том, чтобы привлечь новых специалистов, узких специалистов гидратчиков для изучения кинетики гидротообразования, то есть ускорения именно процесса гидротообразования. Научным руководителем второй лаборатории интеллектуально-химическая робототехника является Тимур Маджидов. По его словам, создание такой лаборатории важно тем, чтобы облегчить и ускорить работу самого химика. Он работает в сфере хемоинформатики – области, где для решения химических проблем применяются методы информатики. Мы, можно сказать, вот эти химические руки, собираемся оснастить химическим мозгом. То есть создать такой программный набор программных продуктов, которые позволят нам предсказывать, например, при каких параметрах процесса надо попробовать провести синтез. В основном работа Тимура Маджидова проходит за компьютером. Совместно с коллегами он изучает технологии, которые позволяют детально предсказывать пути синтеза молекулы и проводить ее дизайн заданными свойствами. И уже основываясь на этом, в планах создать первый прототип химического робота с искусственным интеллектом. То есть когда химик встает, перед ним проблема, ну то есть, например, у нас сейчас в ноцфармацевтике, у них есть там, скажем, идея. Нам неплохо бы синтезировать вот эту молекулу, потому что мы думаем, что эта молекула будет обладать какими-то свойствами. Это может быть следовать из опыта людей, какого-то анализа литературы, из использования каких-то других программ, каких-то, может быть, просто гениальных догадок. Но возникает проблема. Эту молекулу еще нужно синтезировать, то есть создать физически. И вот в том числе то, чем наша лаборатория занимается, мы ищем вычислительно полностью, какой путь синтеза, то есть какую последовательность химических шагов нужно применить, чтобы получить ту молекулу, которая нас интересует химическую. Мы подумали, что почему бы нам в нашей лаборатории не попытаться совместить наши инструменты вычислительные с химическими приборами, которые и так находятся под управлением компьютеров, и сделать, получается, за основу этого робохимика. Всего на достижение результатов отведено три года, а ежегодно на это будет выделяться от 15 миллионов рублей. Одна из главных целей федеральной программы – привлечение молодых ученых в науку и создание молодежных научно-образовательных центров мирового уровня. Гузель Ханипова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Еще одна новая и перспективная лаборатория открылась в Институте управления экономики и финансов КФУ. Это нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб». Она вошла в структуру высшей школы «Открытый институт инновационного, технологического и социального развития». Проект разработан в рамках коллаборации между университетом Акбарсбанком и компанией «Нейротренд». Последняя является одним из лидеров в области нейромаркетинговых исследований в России. Нейромаркетинг – это комплекс методов изучения проведения покупателей, воздействия на них и эмоциональной реакции на это. Некоторые это считают средством скрытой манипуляции. Новая лаборатория предназначена для образовательной и научно-исследовательской деятельности, подчеркивают руководителя. Направление весьма сложное. И стоит оно на стыке многих наук – от психологии и нейрофизиологии до математики. Эльвина Минамуддинова убедилась в этом. Отслеживать нейрофизиологические реакции, эмоции и чувства – да, теперь это стало возможным благодаря новейшим технологиям, а именно нейролаборатории. Звуки, слова, изображения, видеоряды, тексты, ароматы – все эти ощущения могут выступать в качестве предметов тестирования. Например, в процессе пробы и потребления выполнения тех или иных действий. Так, с помощью новых технологий появилась возможность буквально проникнуть мозг человека, отследив его реакцию на различного рода контент. Программное обеспечение комплекса организует синхронную работу всего оборудования. Это позволяет обрабатывать результаты замеров и преобразовывать их в метрике – так называемый количественный показатель. Это программно-аппаратный комплекс ПАК. Его создала компания Нейротренд после 10 лет разработок исследования. Весь этот опыт в области нейромаркетинга, фундаментальной научной труды сотрудников проекта позволили создать этот комплекс. Его основная цель – делать замеры того, как человек реагирует на показанное. Нейромаркетинговых исследований заинтересованы производители, компании, продавцы. Это необходимо для того, чтобы понять, как выпущенный контент будет воспринят аудитория на рынке. Нейролаб КФУ открылся благодаря коллаборации Казанского университета с Акбарсбанком и компанией Нейротренд. Триумвариат лидеров рынка позволил инициировать проект по созданию нейромаркетинговых лабораторий на базе ВУЗа. Благодаря Акбарсбанку и его благотворительной помощи они нам подарили лабораторию, которая включает в себя три рабочих места. Это уникальная технология нейробарометра Нейротренда. И наши преподаватели кафедры маркетинга прошли стажировку на базе АО «Нейротренд» и получили все компетенции для того, чтобы выполнять замеры и проводить нейромаркетинговые исследования. Проект реализуется для развития двух масштабных блоков – образовательной и научно-исследовательской деятельности. Он послужит разработке новых обучающих программ, а также научным обоснованием проверки гипотез маркетинговых метров для КФУ. Цель проекта – модернизация учебного процесса, создание новых образовательных и дополнительных программ для студентов. Это открывает целый пласт новых интересных научных тем для написания дипломных, научно-исследовательских, а также диссертационных работ. Когда реальный сектор идет на контакт с образовательными учреждениями, появляется очень красивый синтез между наукой и практикой. По словам руководителя Центра для студентов Института управления экономикой и финансов, это начало нового образовательного направления внутри подготовки по программам маркетинг, коммерции и продажи. Уже открыт студенческий научный кружок и называется он весьма заманчиво – нейромаркетинг и психология продаж. Все, что мы делаем, это для студентов, для их развития, для формирования новых скиллов, для формирования новых компетенций, потому что наши студенты должны быть на острие и в тренде тех научных разработок, которые касаются не только нейрокогнитивных исследований, но и нейромаркетинговых исследований. Отслеживание эмоционального состояния, степень его влеченности, как происходят считывания и как интерпретируется информация человеком – все это в рамках нейромаркетинговых и лабораторных исследований. В нейролапкофу имеется основное для научно-образовательной деятельности оборудование – это айтрекер – технология отслеживания положения глаз. Еще его называют технологией отслеживания линий глаз при исследовании. Полиграф-биобраслет, что является датчиковым отслеживанием фотоплетизмограммы – это метод регистрации кровяного потока с использованием источника инфракрасного излучения, кожно-гальванической реакции и электрокардиограммы. Электроэнцефалограф необходим для снятия показаний. Мобильные айтрекеры, например, удобны для пользования на территории каких-то локаций, общественных пространств. Это позволяет делать замеры в передвижных условиях. Сотрудниками НИЛ нейрокогнитивных исследований в сотрудничестве с нейролабом проводится изучение уровня дислексии и дисграфии у детей. Методы майтрекинга можно преодолевать эти когнитивные трудности, диагностировать эти патологии когнитивные и речевые, способствовать профилактике, пропевдептике их в дальнейшем. Исследования в нейролабораториях способны выходить за рамки нейромаркетинга. Они охватывают любые сферы жизнедеятельности. Так, лаборатория, которая занимается нейрокогнитивными исследованиями, работает в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Здесь проводят совместные исследования специалисты в области лингвистики, психологии и нейрофизиологии. По мнению Илья Сафатахова, оборудование нейролаборатория актуальны в сфере медицины. Они способны выявить патологию человека. В настоящее время планируется изучать методы майтрекинга когнитивное снижение у лиц, перенесших ковид. Потому что на фоне осложнения от этой патологии часто возникают речевые и в том числе когнитивные нарушения. И методы майтрекинга это можно верифицировать, добавляя этому большую объективность. На сегодняшний день нейромаркетинг набирает обороты и все больше внедряется в массы. Подобные исследования позволяют в значительной степени упростить работу любой сферы деятельности, зная наперед то, что интересно и необходимо людям. В нейролабе КФУ планируется открытие отдельного помещения для работы с фокус-группами. В этом будет заключаться так называемое кросс-заимодействие для более быстрой и комплексной деятельности с использованием традиционных инструментов маркетинговых и нейромаркетинговых исследований. После чего результаты исследований будут обсуждаться с респондентами, которые принимали участие в эксперименте. Эльвина Винобудинова, Фарид Захитоглы, КФУ «Итоги недели». За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие науки и образования и подготовку высококвалифицированных специалистов отмечен ректор КФУ. Эльшат Гафуров награжден почетной грамотой Совета Федерации. Грамота подписана спикером Верхнего парламента Валентиной Матвиенко. Напомним, Казанский федеральный университет вошел в программу «Приоритет 2030». Благодаря ему совокупный потенциал бюджета развития вуза в текущем учебном году увеличится более чем на полтора миллиарда рублей. Также в сентябре Эльшат Гафуров был награжден медалью Ушинского. За заслуги в развитии науки, техники и образования были отмечены более 70 россиян. Награды вручал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. С любовью к науке. Так можно охарактеризовать творческий путь одного из старейших сотрудников Казанского университета, биолога Валериана Гаранина. Сфера научных интересов 93-летнего Валериана Ивановича, экология животных, охрана природы, история науки и многое другое. Он автор и соавтор более 350 работ, в том числе 30 монографий и книг. Несмотря на свой серебряный возраст, он продолжает работать. Ведет исследования в области биологии и проводит экскурсии для посетителей зоологического музея Кафу, где с ним мы и решили побеседовать. Здравствуйте, Валериан Иванович. Здравствуйте. У вас богатый жизненный опыт в один из самых старейших преподавателей не только университета, но и всей республики. Расскажите, а вы помните своих первых наставников? Учитель Витриевич Попов. Он знал свое дело хорошо, умел обращаться, умел руководить. Знал и наземных позвоночных он, и рыбу знал, разумеется. Расскажите, а как вам запомнились годы войны? Война застала в Казани. Причем отец у меня был за управляющим газбанком и имел бронь. Но он был политработник. На политработников бронь не распространялась. А вы в годы войны? Ну, а я чего ж? Я в Станинском интерьере занимался всем, чем можно было. Мы и кровавые гимнастерки переверяли в госпитале, и концерты давали. Но именно вот таким путем. Больше связей не было. По возрасту. Мой возраст, старый брать, только в 45-м году. Должны были. Но из-за того, что война кончилась, и вот это было три года. И вот Рим был здесь, и проходил обучение на военной кафедре. Вот о вас говорят, как о человеке, который очень увлеченный, горит своим делом. И даже в эти годы откуда вы черпаете силы и столько энергии? Я думаю, из-за того, что пока могу заниматься именно этим делом, которым я занимался со школы. Потому что у меня есть дневники военных времен. То есть тогда я уже дневники писал, именно такие. Так что тут стаж получился большой. А вот сейчас вы над чем работаете? Потому что я когда звонил здесь директору музея, мне сказали, что вот-вот только-только вы вышли отсюда. Во-первых, Раифа остается. Кстати, я один из тех, кто начинал в Раифе. Мы не слышали. Я в первую очередь подговорил ребятам туда выехать, посмотреть. Здесь, вот, это был году в 48-м, наверное, может, даже в 47-м, первый курс. С этого времени я от снега до снега почти каждую неделю бывал в Раифе. Вот источник. Второе, что хотелось сделать, сейчас не один, разумеется, на историю нашего музея. Музей один из самых интересных в стране. Мы можем в этом отношении связаться даже с тыличными музеями. И сибирскими тоже. Наш музей на первом плане. Есть о чем говорить. Потому что много людей участвовали в создании нашего музея. Когда я стал писать фамилии тех, кто что-то сделал в музее, начиная с сотрудников, кончая теми, кто рыбку какую-нибудь принес, у меня список за 100 человек зашел. А сейчас надо его уточнять фамилии, обрастать биографиями. Ну и, кроме того, я не знаю, общественная работа мне не мешала. Большое вам спасибо, Валерий Иванович, за интересную беседу. Желаем вам здоровья и не теряйте этого энтузиазма. Ну, вам желаю всем здоровья, в первую очередь, конечно. Сейчас ее хранить надо. Как оценивает природу создатель социальных сетей и когда обсерватории университета войдут в список ЮНЕСКО? Об этом после рекламы. Горяченькая пошла. Когда ждать горячей воды жителям Студгородка? В октябре мы вспоминаем русского поэта Николая Заболоцкого. Он родился в Казани. Именно здесь Николай Заболоцкий провел первые определяющие пять лет своей жизни. Ссылка творчеству не помеха. Как уроженец Казани в лагерях записал лучший стихотворный перевод слова о полку Игореве. Казанский федеральный университет впервые попал в рейтинг Times Higher Education по направлению права. В предметный рейтинг вошли лучшие университеты мира. КФУ занял позицию 201+. Среди российских вузов Казанский университет стал вторым вузом, представляющим страну на международной арене. Ранее в этой области высшие учебные заведения России были представлены лишь одним вузом. КФУ также вошел в предметный рейтинг образования, заняв первое место среди вузов России. О других новостях в нашем еженедельном дайджесте. Представители посольства Израиля на этой неделе посетили Казанский федеральный университет. Делегацию возглавил полномочный министр, заместитель главы депмиссии посольства Израиля в России Ронан Краус. Сейчас университет и израильская сторона готовят возрождение Центра Иудаики в Казани. Уже открыт набор слушателей на дополнительную образовательную программу «Еврейская традиция. Вводный курс». Вчера мы общались с еврейской общиной и узнали, что в Татарстане представители разных национальностей живут в согласии, что между президентом Республики Татарстан и еврейской общиной налажены хорошие отношения. Это большая честь для Республики и для нас, что такие проекты создаются вместе. В КФУ стартовал 11-й международный форум «Ислам в медиакультурном мире». В смешанном формате он собрал ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов, представителей мусульманского сообщества. Тема форума «Россия. Исламский мир. Миграция. Человеческий капитал. Безопасность». Также в рамках форума запланирована научная конференция «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Наш традиционный форум, уже 11-й по счету, проходит в Казани на базе Казанского федерального университета и объединяет вокруг себя все научное сообщество, связанное с изучением арабского мира, исламского мира, в целом востоковедения. И на сегодняшний день это наиболее значимый форум на территории Российской Федерации, страны СНГ. Университетская клиника КФУ увеличила время работы прививочных кабинетов. Они работают с 9 до 18 часов по будням и до 14.30 в выходные дни. Записаться можно по номеру телефона, который сейчас на экране. В ходе восстановления горячего водоснабжения в общежитии Студгородка начался этап прокладки новых труб. Напомним, Казанский федеральный университет принял решение профинансировать ремонтные работы по восстановлению проблемного участка на улице Аделя-Кутуэ за свой счет. При этом сети являются бесхозными. Работы планируется завершить до 25 октября. Работы завершатся в течение двух недель, чтобы обеспечить горячее водоснабжение в наших общежитиях. Как не поддаться манипуляциям, как работать с информацией и что будет с телевидением? Об этом рассказала студентам университета Арина Шарапова. Тележурналистка, президент арт-медиа образования провела мастер-класс в высшей школе журналистики. По ее мнению, в будущем журналистам всего мира придется начать битву за возвращение доверия к профессиональным СМИ. Я обожаю с ребятами разговаривать, они так много знают. Мне кажется, чем больше я с ними встречаюсь, тем больше я понимаю современный мир. А я такой человек, я должна знать, что происходит сегодня. Поэтому для меня это просто воздух, все эти встречи. Отказаться от социальных сетей призвал один из создателей российских соцсетей Павел Дуров. Предприниматель в день своего рождения составил список из трех недооцененных вещей и семи переоцененных. Соцсети оказались в одном ряду с большими городами, ресторанами, покупкой недвижимости и модой. От социальных сетей Дуров призвал отключиться, считая, что это, цитата, непрерывный поток мусора. А вот то, что люди не до конца оценивают правильно. 37-летний миллиардер назвал сон, природу и уединение. Что на этой неделе было самым обсуждаемым в сети, узнаем у Леонида Толчинского в его авторской рубрике. И вновь с вами «Смотрите сами». Если далеко не отбегать от темы соцсетей, то среди событий недели не лишний вспомните появление в новой Государственной Думе предложения, направленного на ограничение крупным медиакорпорациям использовать алгоритмы в процессе доставки контента до потребителей. Не думаю, что такой законопроект может пройти на этом этапе развития с учетом бешеного лоббизма и давления, исходящего именно от авторов и основных приобретателей выгоды алгоритмизации медиа. Да исполнить такой закон было бы малореально, ведь большинство монстров масс-медиа пространства совсем не российские. Но сам факт начала такого обсуждения на высоком уровне считаю уже прогрессом. Среди негативных результатов алгоритмизации медиа может наиболее ярким примером стоит ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции. И не только в России. Что же касаемо нашей страны, то мы сейчас пожинаем горькие плоды провала кампании по вакцинированию, провала прежде всего информационного, который уже приобретает черты социально-политического кризиса. На минувшей неделе в большой части регионов страны были введены дополнительные строгие меры, направленные на стимулирование прививочной кампании. И самым весомым в этих мерах оказалось введение системы QR-кодов для посещения мест массового пользования от торговых центров до мест развлечения и отдыха. И торговые центры, и кабаки разом опустели. Вот вам и истинная картина с процентом вакцинированных. Вот вам и картина с тем, что мы называем сознательность общества. Все аргументы недовольных куаризаций даже не хочу слышать. Скоро год, как власти абсолютно без излишнего давления убеждали людей в важности вакцинации. Люди же, набравшись псевдознаний из алгоритмических лент своих информационных источников, тянули, ворчали, не соглашались, посмеиваясь и еще черт знает, чем занимались. Результат – неслыханно сильная волна заражений и смертей с перспективой ухода на пятый круг эпидемии зимой. Власть пошла на жесткие, хотя еще и не на жестокие меры. И вот, что я по этому поводу хочу сказать. Парадокс в том, что либеральные рассуждения о добровольности вакцинации, о праве на самостоятельный выбор в условиях, когда ты и сам можешь заболеть, и утянуть в могилу безвинных, и отвлекаешь баснословные средства здравоохранения из программ лечения по другим критическим болезням, например, онкологическим или сердечно-сосудистым, вся говорильня о недопустимости давления государства на личность прямиком введут в ситуации с бужущим ковидом к ужесточению силового воздействия на общество. И если еще дать время таким либеральным, свободолюбивым гражданам порассуждать, то страны начнут одна за другой включать откровенно репрессивный механизм вплоть до полного поражения в правах непривитых. Тот самый случай, когда благими намерениями выслана дорога в ад. Подумайте над этим а-ля поборники демократии. Когда в доме бушует пожар, рассуждать о вреде воды, которая может подпортить ваш паркет или спальный гарнитур, не приходится. Можно потерять все жилище и всех жильцов. И еще несколько слов специально для молодых, что сидят в раздумьях о надобности вакцинации. Поверьте мне и вспомните потом. Уже через некоторое время, я уверен на 100%, работодатели начнут отсеивать вас при приеме на работу, при рассмотрении возможностей вашего карьерного роста, опираясь не столько на результаты ваших собеседований, ибо говорить красиво и пафосно научились многие, они начнут поднимать ваш цифровой след и смотреть, когда и при каких обстоятельствах вы вакцинировались. И делать выводы, вы вменяемый, самодостаточный и критически мыслящий человек или поддатливая игрушка в руках медиалгоритмов. И этот шлейф будет шагать за вами всю жизнь. Ровно так же, как и осторожность начнет вызывать сам факт тяжелого протекания коронавирусной инфекции у молодого человека. Уже известно, что вирус серьезно может действовать на психическое здоровье и иные когнитивные функции человека. И зачем работодателю такие кадры? И этот вирус, и борьба с ним, равно как и противодействие этой борьбе путем ожесточенного уклонения от вакцинации, станут и стали уже очевидным водоразделом между тем, что и как было, и что и как будет отныне по-новому. И это новое во многом будет опираться на анализ того, как каждый из нас вел себя в страшные дни пандемии. Подумайте над этим. Всем доброго. В Татарстане стартовал второй этап работ по включению обсерваторий Казанского университета в список ЮНЕСКО. Работа эта непростая. Что предстоит сделать ученым и экспертам, мы поговорим с доцентом Института международных отношений Риммы Валеевой Хакимовой. Здравствуйте, Римма Рафаэловна. Здравствуйте. Ваша работа по подготовке номинационного досье обсерватории недавно была отмечена благодарностью президента Республики Татарстан Рустама Мениханова. Поздравляю вас с этим. Спасибо большое. И давайте сразу вкратце объясним зрителям, в чем заключался первый этап работ. Ну, была проделана огромная работа со стороны Казанского федерального университета. Было проведено несколько крупных международных форумов и конференций с участием представителей ЮНЕСКО, ИКОМОС, Международного астрономического союза и других консультативных органов, в рамках которой проводилась работа по определению выдающейся универсальной ценности наших объектов. И в 2020 году наш астрономический обсерваторий Казанского университета были включены в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в рамках так называемого upstream process, то есть восходящего процесса. И к 30 сентября нами было подготовлено три тома документации и направлено Казанским федеральным университетом в правительство республики Татарстан, далее уже в Министерство культуры Российской Федерации, в МИД и в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь на втором этапе мы уже ждем рекомендаций, замечаний, предложений от ЮНЕСКО для дальнейшей работы. А кто входит в группу организаторов и экспертов и что предстоит сделать на втором этапе? Понятно, что ждем рекомендаций, но все же, наверное, есть какой-то план. Да, конечно. Ну, во-первых, в группу экспертов входят представители нескольких институтов Казанского федерального университета, Институт археологии, Академия наук республики Татарстан, а также представители университета, архитектурно-строительного университета. В рамках Казанского федерального университета была очень активная, плодотворная, командная работа Института физики, которые готовили обоснования и рассказывали, описывали, проводили анализ вклада наших ученых Казанского университета не только в российскую, но и в европейскую, но и в мировую астрономическую науку. Это Институт международных отношений, который занимался обоснованием выдающейся универсальной ценности объектов, критериев, в соответствии с которым объекты могут быть включены в список ЮНЕСКО согласно конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года, а также Институт экологии и природопользования, который описали и проанализировали тут объем уникальной и редкой растительности, которая произрастает на территории Садово-Парковой, в лесной зоне, в буферной зоне загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарда. Это такая большая командная работа университета. Да, конечно. Объясните, пожалуйста, как ученые необходимость попадания обсерватории в список ЮНЕСКО. Для чего это нужно и какой эффект в итоге можно ожидать? В первую очередь включение объектов в список ЮНЕСКО повышает престиж обсерваторий, повышает престиж Казанского федерального университета, Казани и Республики Татарстан. Кроме того, ожидается повышение туристического потока, как мы это видели на примере недавно включенных Болгар и Свияжска в 2014-2017 годах. Если, скажем, в 2008-м Болгар посещало 36 тысяч человек, то по итогам 2018-2019 годов эта цифра уже достигает 550 тысяч человек. Что касается Свияжска, если в 2008-м это было около 8 тысяч человек, то по итогам 2018-2019 годов эта цифра уже достигла более 490 тысяч человек в год. Сейчас в нашей астрономической обсерватории, особенно Загородную обсерваторию имени Василия Павловича Ингельгарда посещает около 28 тысяч человек в год. И мы, конечно же, ожидаем увеличение туристического потока. И для нас, что важно, как педагогов, это популяризация научного наследия среди молодого поколения, школьников, студентов. И для ЮНЕСКО, помимо выдающейся универсальной ценности, ЮНЕСКО также огромное значение придает устойчивому развитию территории, оживлению ее, популяризации наследия, работе с местным сообществом. Поэтому для нас, конечно, вот эти основные факторы очень важны. Они повлияют на увеличение престижа, туристического потока и популяризацию научного наследия среди молодого поколения. Ну, если, наконец, нам всем миром удастся победить эту пандемию, в том числе и с помощью вакцинации, то, я думаю, можно и по миллион человек в год ожидать в качестве туристов в обсерватории. Ну, главное, чтобы были соблюдены меры безопасности, снижения и в рамках пандемии, потом снижение антропогенного воздействия. Для этого, кстати говоря, подготовлен план и ведется работа над планом управления объектом, который как раз решит эти вопросы разведения туристического потока, для снижения антропогенной нагрузки для сам объект и для его сохранения. Вот это тоже является важным достижением после включения, станет одним из достижений после включения объектов в список ЮНЕСКО, это именно сохранность этих объектов историко-культурного значения в их целостности и подлинности. И последний вопрос, в России есть обсерватории аналогичные нашим? В России располагается около 40 различных астрономических обсерваторий и говоря об аналогичных объектах, необходимо упомянуть, конечно же, Полковскую, это главная астрономическая обсерватория Российской Академии Наук, она была построена в 1839 году, через два года, кстати говоря, после нашей Казанской городской астрономической обсерватории, которая находится во дворике, внутреннем дворике Казанского университета, и она, кстати говоря, в 1990 году была включена в список ЮНЕСКО, но не как индивидуальная номинация, а в составе более крупной номинации исторический центр Санкт-Петербурга и прилегающие к нему памятники. И в этом плане наши обсерватории, которые представляют собой оптический этап развития в астрономии, станут уникальными и закроют собой определенную лакуну, именно как номинация периода астрономического этапа развития астрономии, потому что есть несколько индивидуальных номинаций в списке ЮНЕСКО уже, это Джодрил Бэнк в Великобритании и Джантар Монтар в Индии, но Джантар Монтар представляет собой дооптический период в истории астрономии, а Джодрил Бэнк это радиоастрономическая обсерватория, и поэтому наша городская и загородная обсерватория имени Василия Павловича Ингельгарда они закроют собой определенную лакуну в списке всемирного наследия и надеюсь станет конечно же ожерельем этого списка. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо вам. Жизнь и судьба автора знаменитого перевода слова о полку Игореве с древнерусского языка. Уроженец Казани один из основателей Содружества поэтов абореутов речь о Николае Заболоцком. Себя он называл поэтом голых конкретных фигур придвинутых вплотную к глазам зрителя. В 1938 году Заболоцкого обвинили в создании контрреволюционной организации и переговорили к пяти годам лагерей. Будучи очень сильным духом он не только не сдал своих друзей и поэтов писателей а еще много работал в ссылке в Караганде. Именно там он сделал первое стихотворное перевожение слова о полку Игореве. Оно признано лучшим в ряду опытов многих русских поэтов. Я не ищу в гармонии в природе. Любите живопись поэты. Зацеловано околдовано. С ветром в поле когда-то обвенчано. Многие знают эти строки однако не все знают что они принадлежат перу Николая Заболоцкого. Как и о том наследие которое хранится в память о поэте в Казанском университете. О нем в своей рубрике расскажет Илья Андреев. В октябре мы вспоминаем русского поэта Николая Заболоцкого. Он родился в Казани. Именно здесь Николай Заболоцкий провел первые определяющие пять лет своей жизни. Именно в Казани он получил неизгладимые впечатления природой. Впоследствии эта тема стала одной из центральных в его творчестве. Мы в отделе рукописей и техник научной библиотеки имени Николая Лобачьевского Казанского федерального университета и у нас с вами представляется по сути уникальная возможность познакомиться с его первыми изданиями. Родился Николай Заболоцкий под Казанью на ферме, где его отец служил агрономом. Уже на следующий день после появления на свет папа повез крестить новорожденного в Варваринскую церковь. Младенца нарекли в честь святителя Николая. Есть предположение, причиной выбора имени было также и то, что через две недели отмечался день рождения царя Николая II. Вслед за Николаем родились две дочки. Тогда любимый маршрут прогулок их матушки Лидия Андреевна с подрастающими детьми был Сосновый Бор, Березовая Роща, Озеро и Пруд. Тогда бывшая учительница Лидия Андреевна регулярно брала с собой книги. Чаще всего это были народные литературные сказки. Батюшка же Алексей Агафонович тоже питал любовь к литературе и науке. В доме было порядочное собрание русской классики. Николай Алексеевич вспоминает «Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем». С застеклянной его дверцей наклеенное на картоночку виднелось наставление вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его и теперь 40 лет спустя дословно помню его немудрое содержание. Наставление гласило «Милый друг, люби и уважай книги, береги их, не рви и не пачкай, написать книгу нелегко. Для многих книги все равно, что хлеб». Здесь около книжного шкафа с его календарной панацеей «Я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не до конца понимая смысл этого большого для меня события». В русскую поэзию Николай Заболоцкий вошел после окончания пединститута имени Герцена в Ленинграде как замечательный певец родной природы. Большинству публики стал известен по любовной лирике. «Обрываются речи влюбленных, улетает последний скворец, целый день осыпаются скленов силуэты багровых сердец. Что ты осень наделала с нами? В красном золоте стынет земля, пламя скорби свистит под ногами, ворохами листвы шевеля». В поэзию Заболоцкого вошли вызовшие когда-то в детском сердце восхищение зеленый шум леса, разноцветие полевых цветов, пышный осенний наряд природы, шурчание вод. Природа сыграла важную роль в формировании его личности, считал Николай Алексеевич. И на протяжении всей жизни, в особенности после освобождения из лагерей Заболоцкий, не раз возвращался в памяти и стихотворениях «Места детства и отрочества». Так в его лирике родился образ поэтической страны, которую он назвал государством ромашек. В отделе рукописи редких книг Казанского федерального университета сохранились первые издания Николая Заболоцкого. Среди прочего это книга «Красное и синее», которая выходит в 1928 году в Ленинграде. Нужно обратить внимание, что здесь, кроме интересного повествования, нас как читателя сопровождают потрясающие иллюстрации на протяжении всей книги. Это издание за 1948 год. Это стихотворения, которые вышли до того, как реабилитировали Николая Заболоцкого. Здесь они были выпущены. И собрание, которое выходит в 1960 году с стихотворениями Николая Заболоцкого. Здесь же выходит в общем-то всеми нами известное слово о полку Игреве, которое Николай Заболоцкий тоже переводил. Ну и там, в самом конце, на 232-й странице автобиография. Здесь мы с вами читаем. Я родился в 1903 году, 24 апреля, 7 мая по новому стилю в Казани. В ту пору отец служил агрономом на сельскохозяйственной ферме Казанского уезда в 7 километрах от города. Пусть не прочны домашние стены, Пусть дорога уводит во тьму, нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Как сказал русский писатель Константин Паустовский, поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стерты, до конца выговоренные нами слова, потерявшие для нас свои образные качества, живущие только в своей словесной скорлупе, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать. Так давайте сохраним поэзию, как светлую музыку нашей с вами души. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Радмир Сафиуллин, КФУ, Итоги недели. Напомню еще одни известные строки Заболоцкого. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Думаю, это своеобразное литературное завещание поэта можно делать девизом и жизни, и работы плодотворного творчества. Даже в точных науках без этого не обойтись. Всего доброго.